всем привет ребят ну что у нас сегодня очередной обзор на очередной топовый талантик многие спрашивают до сих пор кому ставить пакт следующий идет по обзору вот что дает таланту на сегодня самый топовый по урону но имеет один минус он увеличивает получаемый урон героя на максималке как видите на 15 процентов здесь на 20 ну тут конечно 190 процентов к урону если у нас раньше был там бог войны до максимально 90 процентов 90 сейчас 140 на максиме тут тут конечно же в два раза 190 вот так вот на девятке что по таланту кому его ставить многие ставят фрей я не скажу что это неправильно но для фрей это не особо универсально да она будет дамажить у вас просто обезбашенно но не всегда это надо иногда надо универсальность для этого есть пост либо другие ну то есть любит в гильдии вам пакт однозначно не подойдет кому ставить давайте сейчас так пробежимся это у кого у меня девятки просто от фонаря вкачана то есть кому она заходит и можно бегать да там я вам просто так покажу потом еще покажу суммируется атака с другими у меня просто минотавр тут особенный вот сюда пакт можно можно и даже сюда на герой просто ушатается от любой отражалки на нас два я вам показывал чарку победный выпад вместе с победным это просто бешеная смесь можно сюда можно сюда ставить на добивание в общем практически любому даже ронину можно поставить сердцеедки но учитывайте что эти герои будут сливаться у вас и сливаться довольно таки неплохо аннубис тоже с фактом на любой отражалки просто уходит на раз-два какие любой герой для этого надо ставить эмблемой подашку чтобы он не сливался на отражалки так раз окачали мы некоторые даже умудряются вооружая еврея на укачает прэнка но не надо по сути вот видите у меня у некоторые герои в этом можно огнику ставят лучше поставить эмблемой плюс а жил прокачать на девятку либо наоборот если у вас есть конечно же возможность тестировал даже лазу ли вот будучи неплохо заходит рогатки розе бессмысленно ставить космо тоже самое вот фрея за счет того что ограничение урона вот и она подходит неплохо ну и зефирки тоже мы тестировали смотрели но это не есть универсальность вот для того чтобы герой был универсальным не всегда надо очень много урона я уже не один раз показывал вам по поводу того что баст пути классная вещь но любая отражалка тоже сливается герои на отражалки то есть любой атакующий вариант если у вас нету на героя проклятого доспеха давайте сейчас попробуем запущу второй аккаунт нападу и покажу вам действие давайте ради интереса это у меня вот девятый пакт со и ремка вот такой вот вариант да вроде казалось бы тут у меня по снаря я не особо его в принципе хватает для в первую очередь для минотавра это очень круто но не всегда он будет у вас тащить час уже есть маскировка которая тоже довольно таки неплохо вот видите здание выносит на ура принципе он не все выносит на ура есть маскировочка которая реально очень круто считает вот 1 2 и все маскировка имеет тоже неплохой урон она не имеет смотрите на максимуме 200 процентов даже больше плюс увеличение скорости атаки плюс инвиз четыре с половиной секунды она даже будет поинтереснее чем пакт на сегодня потому что если вы сделаете конечно не знаю ли у нас герой вы живет сейчас пойдем на посерьезнее подземку например давайте но это здесь он сейчас сразу не сольется и тут будет он сливаться то есть есть таланты хоть и на такие дамажные на более универсальные так это я чё-то чё-то я не эксперт 610 с пактом минотавра сольют на 1 2 давай 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 сейчас он включится еще немножко подамажит он должен уйти в инвес вот ушел на вес ударил вот видите урон тоже практически ну это у нас не максималка конечно же но тоже неплохо вот еще раз ушел инвес уже 37 процентов не был понятно если бы у нас был там еще ангелом бы его подхилил возможно он и третий раз ударил и прошли бы если у вас будет пакт на героя вам просто показываю к примеру он винвес не уйдет да у него дамага принципе точно так же будет но он винвес не уйдет плюс он сейчас увидите насколько быстрее сольется так чтобы себе понимали что такое уменьшение дефо такой талант в первую очередь можно ставить фрей и охнику зефирки то есть героям у которых есть посмотрите как он быстро сливается то есть 2 900 2 940 получается а если без него мне просто интересно самому посмотреть вот 2 500 то есть как видите разница уже входящем уроне тоже есть ну такой талант в основном ставят она там на минотавра на тех кого я сказал для того чтобы герой один раз ударил там либо для героев которые бьют массовые сразу то есть в основном его используют на пвп локациях на угольной армии например герои с такими талантами у которых нет ограничений они будут сливаться на любой отражалке то есть соответственно надо ставить подашку на многих фарм локациях надо воодушевление то есть тут я бы не сказал что это самый такой универсальный талант да он самый топовый по урону если взять сейчас фрейл она будет тут мега урон выдавать вот возьмем допустим такую фрейл да даже не такую или даже такую давайте возьмем но сейчас будет просто шатать там все всех и вся подземки не знаю продавать или она будет всех так быстро шатать это надо идти там где место у нас но она будет выдаваться с одной плюхи раздавать то же самое принципе на по локациях но как видите так тут у нас маскировка спасает давайте пойдем подземку попроще для того чтобы вы видели что такое урон для анубиса я бы наверное советовал баст раньше мы когда-то ставили для того чтобы дома живом бьет процентуальный ребят есть баст для него будет получше еще добавится жизни он будет у вас более универсальный ну вот 7 миллионов то есть выбивает бывает и 10 миллионов по-разному у нас работает сейчас получается только факт у нас не работает 2 эмблемка так сейчас я поменяю то есть таким героем как фрейлокник можно ставить на это опять же это не топ где там у нас сейчас мы поставим просто грубую силу же 8 и вы видите во всей красоте этого героя смотрите на разницу мне сейчас будут просто тупо пропадать сейчас героев убьет и доберется до места вместо по 10 миллионов жизни у дракона там 20 минут 10 миллионов урон хорошо при том будет еще больше вот 8 то есть вот так вот это уже максимально скритом то есть тут максимальный урон но опять же учитывайте то что в реале на атаке фартов и на прочих она не будет выдавать такой урон у вас герои будут быстрее сливаться поэтому перед тем как ставить подумайте в универсальности скажем так и надо все таки ставить подашку потому что любая отражалка посмотрите видос с чаркой победный выпад этом явно показал любая отражалка и такой талант просто убивает вашего героя подземки да можно использовать для быстрого убивания там прочие дела но это не есть универсальность много урона можно сделать но почему-то на атаке фартов многие не используют уже давным-давно пак потому что герои с ним сливаются вот так вот надеюсь вам поможет этот видосик пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока